Привет, это Дима. С апреля прошлого года я нахожусь за решеткой и знакомлюсь с бытом московских следственных изоляторов. За публичные высказывания против вторжения в Украину и за распространение информации о военных преступлениях Мариуполи и Бучи мне грозит до 10 лет лишения свободы. Тюремные сроки за антивоенную позицию получили политики Алексей Горинов и Илья Яшин, активист Алтана Чаров, радиолюбитель Владимир Румянцев. Еще десятки обвиняемых ожидают приговоров в СИЗО. Но сажать в тюрьму по политическим мотивам в России стали задолго до начала войны. Два года назад весь мир наблюдал за возвращением в Россию Алексея Навального. События этих дней глубоко отпечатались в моей памяти. ОМОН во Внуково, поездка в Шереметьево, задержание на паспортном контроле. Суд в отделе полиции, в подмосковных Химках и четыре волны протестов, ознаменовавшихся самыми массовыми арестами в современной российской истории. Тогда казалось, что финальная битва проиграна. Путин добился своей цели и об уличной активности можно забыть на долгие годы. Мы недооценивали и Алексея, и самих себя. Со дня ареста Навального прошло два года. Его организации в России разрушены, медиапроекты заблокированы, само его упоминание на официальном уровне де-факто запрещено. И тем не менее, его голос разносится по всему миру из-за высоких тюремных стен. Он пишет статью о будущем России для ведущих мировых СМИ, обращается к европейским политикам и их избирателям, последовательно заявляет свою антивоенную позицию и продолжает выводить россиян на улицы. В феврале и марте прошлого года я участвовал в митингах против вторжения в Украину и видел на московских площадях десятки тысяч единомышленников. В апреле я сам оказался в тюрьме, но продолжал слышать ваши голоса в сотнях писем и открыток со всех уголков земного шара, как и вы сейчас слышите меня. Нас разделяют тюремные стены, тысячи километров и государственные границы, но объединяет нечто гораздо более значимое – стремление к свободе и миру вместо диктатуры и войны, к развитию вместо деградации, к созиданию вместо разрушения. Будьте стойкими, ничего не бойтесь, боритесь за эти ценности и у нас все получится. Все политзаключенные и политмигранты вернутся домой. Россия будет свободной. 17 января 2023 года. Москва. Водник.